Друзья, я вас рада приветствовать на своем канале Животные Лайф, на котором я рассказываю о жизни различных животных. И также буду рада вам на своем втором канале Люди Лайф, где я рассказываю о жизни известных людей и не очень. Ну а это видео о животном птицы Амадина Гульда. Эти яркие, имеющие прекрасную окраску, ткачики являются представителями вьюрковых. Открыл этот подвид исследователь Джон Гульд. Именно благодаря ему, а точнее его жене, эти пернатые и получили свое название. Интересной особенностью этих птиц является то, что в естественной среде они могут иметь различный окрас головы, но при этом жить и гнездица в одних стаях. В настоящее время вид этих птиц постоянно подвергается мутациям, обеспечивая столь разнообразную окраску особей. Однако самой красивой по праву считается дикая форма. Первичная или дикая форма Амадина Гульда на горле имеет черную ленту, плавно сужающуюся в тонкую полоску. Она обрамляет собой практически всю голову. Внешний контур этой полосы окаймлен лентой небесно-голубого цвета. Крылья и спина имеют зеленый окрас, грудь фиолетовый, низ туловища ярко-желтый. Некоторые представители вида могут похвастаться черной головой, а некоторые красной. Редко можно встретить этих пернатых с желтым окрасом головы. Самцы ярче самок. С наступлением брачного периода кончик люва самца меняет цвет на вишнево-красный. На сегодняшний день выявлен целый ряд мутаций этих пернатых. В первую очередь выделяют белогрудых представителей вида, грудь которых украшают перья не пурпурного цвета, а белого. Внутри этой мутации также есть три подвида, которые отличаются друг от друга окрасом оперения головой. Есть еще и сиренево-груды Амадин и Гульда, грудь которых более бледная по сравнению с дикой формой. Также существует несколько подвидов голубой формы, у одного из которых на теле отсутствует перья зеленого цвета, а вместо них – голубое перенье. Нижняя часть такого подвида окрашена не в желтый цвет, а в светло-кремовый. Грудь их настолько бледнее и тускнее, чем у дикой формы Амадин. В природе встречается Амадин и Гульда постельной формы, у которых цвета перьев заменены на более мягкие и не такие резкие. Исключением является только оперение груди. Оно такое же яркое и насыщенное, как у диких представителей этих пернатых. К условиям обитания Амадин и Гульда прихотливы. Они плохо переносят температуру ниже плюс 10 градусов. Поэтому при похолоданиях их следует переводить в помещение. Оно должно соответствовать определенным условиям, наличием отопления и большое свободное пространство для полета пернатых. А также у этих птиц должна быть возможность гнездиться и размножаться. Для этих целей лучше всего подходит большой теплый вольер. В естественных условиях эти пернатые обычно гнездятся колониями. В неволе Амадин разводят парами и содержат их в относительно небольших клетках. Это делается для контроля над размножением птиц. Если для них созданы хорошие условия, то Амадины будут давать большое потомство. В период вылета молодого потомства из гнезда птицам следует уделить особое внимание. В частности, рекомендуется добавлять им в пищу пробиотик, который предотвратит множество болезней этих пернатых, самые опасные из которых – заболевания пищеварительной системы. Отлучать птенцов от родителей нельзя до того момента, пока им не смогут питаться самостоятельно. В первое время молодым особям следует давать ту же пищу, которую кормили родители. Также потомство нуждается в подкармливании и в период линьки. У заводчиков этих пернатых часто возникает вопрос, стоит ли подкладывать яйца этих птиц к другому виду – японским Амадинам. Однозначного ответа нет, поскольку нужно учитывать цели этого. Если задача увеличить потомство, то это делать нужно. В таком случае, забрав яйца сразу после кладки, заводчик вынуждает самку отложить новый. Таким образом, птенцов будет в два раза больше. Еще один случай, когда яйца нужно переложить приемным родителям – это заражение этих пернатых трахейным клещом. Эти паразиты передаются при кормлении, и поэтому, чтобы предотвратить распространение инвазии, целесообразно переложить кладку другим птицам, в частности, японским Амадинам. Чтобы определить зараженную птицу трахейным клещом, достаточно просто досконально рассмотреть пернатого питомца и ценить его состояние. Симптомы заражения этими паразитами следующими. Потеря веса, тяжелое прерывистое дыхание, общий нездоровый внешний вид и приоткрытый клюв. Лечение должно проводиться под контролем ветеринаров. В таких случаях практически всегда выписывают препарат инвермектин. Давать его Амадинам следует строго по указанию врача и согласно инструкции. В естественной природе у Амадин Гульда есть враги. Это змеи и дневные хищные птицы. Змеи являются вероятной причиной, по которой Амадин и Гульда проводят ночь на самых тонких ветвых деревьев. Птенцам угрожает еще и ряд других видов животных. Муравьи съедают молодых птиц, если находят их в гнезде. Также несколько видов мух откладывают свои яйца в гнезда, таким образом, чтобы вылупившиеся личинки съедали молодых птиц. Мелкие ящерицы также относятся к врагам птенцов Амадин Гульда. При содержании в неволе Амадин Гульда нужно знать, что они часто бросают кладку или птенцов. Поэтому для успешного разведения необходимо параллельно иметь пару японских Амадин, которым можно подложить яйца или птенцов, как я рассказывала выше. Из-за того, что в природе это очень редкие птицы и их отлов запрещен, многие Амадины Гульда содержатся в клетках в настоящее время и выращены в неволе. Друзья, всем спасибо за внимание и до новых встреч! Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал!